Здравствуйте! Вы смотрите в центре внимания в студии Евгения Монакова. В Москве совсем недавно прошли всероссийские сборы кадетских корпусов и школ. И вот наш шестой лицей, как всегда, привез первое место. Но это традиционно уже второй год подряд. Надеюсь, что традиции не будут прерваться. Сегодня на студии находится заместитель директора по воспитательной работе лицея номер 6 Светлана Валентина-Офицеренко, а также Диана Ивашина, кадет 10 класса 6 лицея. Здравствуйте! Здравствуйте! Я вас поздравляю от всей души. Действительно, уже когда спрашиваешь, ты уже знаешь ответ, потому что понимаешь, что по-другому быть, наверное, не может, кроме как первое место. Но я так понимаю, кадеты-то другие поехали в этот раз? Да, состав был совершенно новый. Это 10 класс. Полностью новый, да? Да, наши ребята, которые первый раз привезли первое место, уже выпускники. А как же вы так их подготавливаете-то, что они вот уже новым составом опять показывают неизменно превосходный результат? На самом деле это очень серьезный, кропотливый труд. В течение двух с половиной месяцев наши ребята готовились очень серьезно. Огромное спасибо нашим партнерам, Дальневосточному высшему военно-командному училищу. У вас серьезный партнер? Да, очень серьезный. Поэтому строевая подготовка, прохождение торжественным маршем, все это готовилось на базе ДВОКУ. И также и спортивная подготовка также шла частично на базе ДВОКУ. Вот, поэтому и результаты вам показали высокие. Ну, действительно, при таких-то партнерах, при таких детях иначе, наверное, быть и не может. Диана, ну расскажите тогда вы впечатление от подготовки к вот этому вот всероссийским сборам. Какие они вообще были все эти два месяца? Поначалу это было очень трудно, потому что они подготовленные были к строевой подготовке. Как это так, оказывается? Она очень слабая была, оказывается. А вот так вот, да, подтянуть пришлось? Пришлось подтягивать очень сильно. И в итоге в течение полтора месяца мы уже были на высшем уровне по строевой подготовке и по смотрю песни. Я так понимаю, с курсантами ДВОКУ вы уже можете запросто... С офицерами, да. Мы готовились с офицерами. Конкурировать ей. С курсантами можем. Запросто. Все понятно. Вообще, что самое тяжелое было? Именно строевую подготовку отработать? Наверное, да, все-таки. Сколько отшагали по плацу? Сколько вот ежедневно шагали? Каждый день по полтора-два часа. Ой-ой-ой. Да. Светлана Валентиновна, ну прям вот действительно так, очень недетские, я бы сказала, нагрузки, да? На самом деле, да. Ребята приходили из ДВОКУ настолько вот уставшие, напряжение, вся вот эта вот атмосфера и ряд замечаний, которые нужно было устранить. Конечно же, дети просто падали. Они приходили, падали. На следующий день начинали, улучшали, улучшали свою подготовку. Ну вот в итоге. Потом хочу сказать, что с нами занимался профессионал, концертмистер, который и песню-то нам поставили. Песня состояла из трех композиций. Она была очень сложная. Там еще и петь надо было. Мы шли строю из песни, поэтому сложная композиция в чем была, что и пели и мальчики отдельно, и девочки отдельно. Потом мы сливались в общем припеве, на общем припеве. Ну и я скажу, конечно, песня у нас удалась. То есть произвели впечатление своему руководителю. Она говорит, они большие молодцы. Передайте им, что они большие молодцы. Ну, петь, я понимаю, было проще, но тем не менее это тоже репетиция ежедневная. Правильно, Диана, я понимаю? Да. Кроме этого, еще нагрузка обычная, учебная. Я знаю, что вы очень следите за успеваемостью своих кадетов. Правильно? Да. То есть никто этого не отменял? Нет, также были и уроки, и тренировки. Так, во сколько ложились спать? Трудный вопрос. Трудный вопрос. В 9-10 уже засыпали. Ну, потому что просто уже так уставали после всего. А утром опять вставать, и снова с утра до поздней ночи, я так понимаю. Слушайте, ну это действительно тяжелая нагрузка, и далеко не каждый десятиклассник ее выдержит, наверное, все-таки. Но выдержали все? Выдержали все. Ребята очень хорош. Потому что на самом деле, знаете, такой задор и желание вот сделать это, вообще совершенствовать себя, достичь того, чего ты раньше не умел, конечно, потрясающее желание у ребят, сделали свое дело. Наверное, без этого желания вообще, в принципе, ничего не сделаешь. Да, ничего бы вообще не получилось, конечно. Диана, впечатления какие, когда приезжаешь, а там со всей России кадеты? Поначалу было как-то волнительно, то, что очень много было соперников. Достойных соперников? Да, очень было много сильных конкурентов, но обошли всех. Вот как думаете, за счет чего? Но в чем секрет-то все-таки? Подготовка. Что вы там лучше делали? Маршировали лучше? Пели лучше? Маршировали, пресс качали, бегали, собирали, разбирали автомат. Ну, это вообще не женское дело, скажу я. Как девочкам дается вот такое, такие задания? Разбирать автомат и все остальное. С восторгом или же? С восторгом. Правда? Да. Искренне нравится? Да. У вас девочки, просто скажу, вам необыкновенные. Девочки, да, девочки. То есть они мальчикам, я так понимаю, не уступают, правильно? Если показали общий командный хороший результат, соответственно, значит, я думаю, что девочки не уступают мальчикам. Да, у нас дело в том, что строевая подготовка, это совместно мальчики и девочки. Спортивное соревнование мальчиков, подтягивания у девочек, упражнения на пресс. Кстати, у нас три девочки, они все три места на пьедестале-то и заняли. И первое, второе, третье место, да. У вас какое дело? Второе место. Вот, значит, потом эстафета встречная, тоже и мальчики и девочки у нас соревновались. Ну, сборка-разборка автомата досталось только мальчикам, ну, наряду с тем, что девчонки тоже пробовали себя, вот, поэтому... Да не восточники, были еще какие-то представленные? Да, Белогорск, они в качестве военно-патриотического клуба приехали. Вот, Белогорск был, конечно. Все понятно. Ну, я так понимаю, следующий конкурс, он не за горами практически, ну, что такое год, да, когда у вас подготовка тут такая многомесячная? Вы уже сейчас практически будете начинать, наверное, готовиться к следующему. Потому что, ну, как без вас теперь можно его проводить, я не знаю. Верно? Да, ну, конечно, мы надеемся, но я думаю, что даже этот состав еще, ребята, они вот пока не упустились. Может быть, да. Угу, вообще у вас насколько хорошие отношения в коллективе? Потому что, мне кажется, что в таком деле очень важна поддержка обязательно, плечо. У вас там все хорошо ли в коллективе? Да, у нас сплоченный коллектив, уже все общаемся ближе, чем до этого. Угу, то есть объединили трудности. Да. Все понятно. Ну, и вообще разногласия, там, девочки, мальчики, вот эти сложности взаимоотношений, которые в 10 классе часто бывают, наверное, они как-то вас минуют. Да, они нас обходят стороной. Очень хорошо. Ну, скажите, пожалуйста, Светлана Вальдина, у вас все там дети такие? Кадеты, да. Кадеты – это очень целеустремленные. Это совсем другое, такое, знаете, совсем другое поколение, совсем другие дети. Вот сейчас мы ввели уже присвоение воинских званий, вот на плечах Дианы. Это уже младший сержант. Вот так вот. За заслуги, да, за заслуги. И вот сейчас, ко дню рождения нашего лицея, мы готовим еще определенный список ребят, именно вот на вручение вот этих знаков отличия для кадет мы ввели. И я вам скажу, очень много достойных ребят, они стремятся к этому, они очень много хотят сделать, очень много. Поэтому вот кадеты – это очень целеустремленные люди, такие, знаете, которым можно гордиться. А у нас есть возможность проверить, у нас же Диана есть. Диана, вы кем хотите стать? Вообще, я хочу дальше пойти на военную структуру. Ну, это понятно. Ну, конкретно, есть какие-то уже прям желания, что хочу там, вот туда? Да, хочу идти в связь, в связи связаться. Мне интересно, как связаться со связью, это, конечно, я вам искренне от всей души этого желаю, потому что очень интересное желание. Вы там действительно, наверное, изучаете как-то абсолютно все виды военных профессий, которые существуют, да, вот выбрали такую необычную. Все понятно. В общем, вам удачи, действительно, еще один год, если в таком составе, я уже даже не представляю, что на следующий год они покажут после этого-то. Но я желаю действительно блеснуть еще не раз. Спасибо огромное вам за вашу работу, а вам, Диана, удачи. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была заместитель директора по воспитательной работе лицея номер 6 Светлана Офицеренко, а также кадет 10 класса 6 лицея Диана Ивашина. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...